Дорогие друзья, всем привет! Сегодня обзор покупок из любимого магазина номер 2 Ашана. Почему номер 2? Потому что номер 1, наверное, все-таки фикс прайс. Ашан я тоже люблю и обожаю. Итак, наши покупки. Первое, что вы видите сейчас на столе, это цветные макарошки по цене 45 рублей 80 копеек. Дальше идут головоломки. Головоломки остались на прежнем уровне. Нет, я сравниваю с прошлой закупкой. 9 рублей 70 копеек. До этого они стоили почти 11 рублей. Вот купили 4 пачечки, ванях ест с удовольствием. Затем молоко ультрапастеризованное, 3,2% жирности, подорожало, стало стоить 53 рубля с копейками. До этого 52-51 стоило. Дальше молоко Белая долина ультрапастеризованное, 6% жирности. Будем делать йогурт сами. Оно стоит 70 рублей, там с какими-то копейками цена осталась неизменной. Мой любимый кофе растворимый сублимированный, 200 грамм, 228 рублей. Скидок никаких нет. Наш любимый саратовский майонез Провансаль, 110 рублей. Цена также прежняя. Дальше шампунь для Саши. Чистая линия, фитотерапия. Именно крапива. Только крапива ему подходит. По цене 87 рублей. Дальше ватные диски. Каждый день 120 штук. В Ашане они самые-самые дешевые. 37 рублей с копейками. И выбрали еще вот такие полотенца бумажные. Особо прочные. По цене 51 рубль. Сколько-то там копеек. Дело в том, что здесь увеличен метраж. Увеличен метраж. В прошлый раз мы брали по 49 рублей полотенца. В общем-то они были неплохие. Здесь они были двухслойные. Там еще что-то. Получать что-то выгоднее. Потому что увеличен метраж. Они трехслойные. Особо прочные. У нас сейчас большой расход идет этого дела. Рубинкур. Тушек вот обмакиваем. Ну мало ли. Вот подтереть, убрать что-то. То есть нужно. Затем голландский сыр. Мы его уже брали. 117 рублей. 90 копеек. Здесь 250 грамм. Килограмм, соответственно, стоит больше 400 рублей. Тормальный сыр. Еще взяли пармезан. Пармезан дольче. В Ашане этот пармезан должен быть неплохим. У него и цена соответствующая. Здесь 314 рублей. Этот кусочек стоит 270 грамм. То есть он стоит где-то 1200 рублей. Этот кусок сыра. Как-то в Акее мы взяли тоже пармезан. Вроде упаковка какая-то иностранная. Все такое. Он стоил где-то что-то 650 рублей за килограмм. Вообще даже близко не было. Похоже на пармезан. Вот этот вроде вот прям твердый. Трогаешь его. На самом деле твердый. Должен быть вкусным. Дальше. Очень недорого. Очень недорого были вот такие вот напитки. Сады Придони. Всего 10 рублей с копейками. Здесь 200 грамм. Сок. Яблочный виноград. Яблоко-виноград. Написано именно сок. Вот. Абрикосовый какой-то с персиковой Ваней не стал пить. Там мякоть. С мякотью ему не нравится. То есть вот этот с мякотью тоже вот два пить не будет. Соответственно, значит будет папа или я. А вот этот будет. Мне нравится ему с мякотью. Но зато очень недорогая цена. И вот здесь написано, с какого возраста можно употреблять. С 12 месяцев, с 5 месяцев, с 6 месяцев. То есть это вот для детского питания. И очень недорого. 10 рублей с копейками. Это очень и очень недорого. Вот такой вот мы всегда выбираем био-йогурт классический. Будем ставить сами йогурт. Мы вот в качестве закваски его всегда используем. Используем, получается чудесно. Вот 17 рублей с копейками стоит этот био-йогурт. Дальше для Вани засыпайка творожок. А 28 рублей 20 копеек. Это огуша. Еще вот два варианта огуша такие. Вот тоже 28 рублей черника и персик. Вот. И как всегда, растишка 22 рубля 80 копеек. Яблоко-груша. Антарктик-криль. Это Саша взял. Я, если честно, его уже наелась и не хочу. Но Саша хочет ради бога. Причем, знаете, как интересно. Вот сливочный, чесночный и классический. Все они стоят дорого. Цена 91 рубль. Классический 47 копеек. Антарктик-криль сливочно-чесночный. 91 рубль. 48 копеек. На копейку дороже. С чем это связано, вообще непонятно. На копейку. На рубль там, на сколько-то еще понятно. Это на копейку дороже. Дальше. Агуша. С 8 месяцев яблоко-груша. Так, тоже детское питание. Это йогурт 2,7% для Вани. Ваня очень и очень любит. Вот он даже прибежал. Вот он даже прибежал на... Подержи в ручках. Но пока не открывай. Дальше. Фрута няня. Детский йогурт с грушей. Тоже для Вани. 30 рублей стоит. Вот мне очень нравится, как оформляется морковка по-корейски. Например, в Акее. Там морковка по-корейски продается. Делается тут же. В россыпью продается. Накладывай сколько тебе надо. Ну, нет в Ашане такого дела. Вот уже есть готовый. Самой делать мне некогда. Собираюсь сделать очень вкусный салат, в состав которого будет входить морковка по-корейски. Обязательно все покажу. Дальше выбрали ананасы. Это тоже уже продукты, которые будут использоваться для приготовления новогодних блюд. Смотрите, цена у них абсолютно одинаковая. И тот и другой вариант стоит 69,90. Вроде одинаковые банки. Но на самом деле здесь 340 грамм. Масса продукта. Или же масса банки 560 грамм. Так, а здесь у нас, кстати, масса плодов тоже 340 грамм. Значит, все одинаково. Потому что я посмотрела, здесь пишет, масса нету 560 грамм, а здесь 580 грамм. Но самое главное, что масса продукта одинаковая. 340 грамм. Ну, все. А то я уж хотела бочку катить на них. Не буду. Итак, 69,90. Тоже буду готовить вкуснейшие салаты. Дальше опять Саша выбрал голодный, что ли, был. Семечки гудок премиум. По 39 рублей 90 копеек. Здесь по 100 грамм в каждой пачке. Так, колбаса. Колбаса московская. Дубки. Это наш местный производитель. Хорошего качества делают продукцию. Стоит вот эта палка за 468 грамм 195 рублей. Килограмм стоит 417 рублей. Вот. Должна быть вкусная. Дальше взял броншвейгскую. Прошлый раз вот эта же фамильная колбаса, броншвейгская, стоила 1100 рублей, что ли, за килограмм. Этот раз она на скидке. 870 рублей за килограмм. Она стоит здесь всего 343 грамма в этой палочке. И вытянула она у нас на 298 рублей. На скидках была именно эта колбаса. Дальше взяли бананы. Бананы были недорогие в Ашане. 39 рублей за килограмм. Едим сейчас их с удовольствием. И я, и Ваня, делаю салаты и так далее. Затем для салата, буду делать очень вкусный салат, взяли огурцы. Здесь почти килограмм. Килограмм стоит 154 рубля. Здесь на 147 рублей. Вот три таких длинных огурца. Дальше взяли помидорки, томатики. Здесь 750 грамм на 126 рублей. Вот такие вот, они интересные, какой-то сливовидной формы небольшие. Вот, тоже буду делать салаты. Взяли еще болгарский перец. 170 рублей за килограмм. Вот два перчика на 56 рублей 80 копеек. Вот какой же болгарский перец все-таки дорогой. Вот вообще очень дорогой. Всегда он в течение всего года. Вот сами выращиваем, конечно же. Получается недорого и вкусно, но вот уже сейчас свежего нет. А замороженный мне не пойдет в салат, который я хочу сделать. Поэтому пришлось брать именно такой. Собственно говоря, это все наши покупки. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вам не понравилось, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Попрощалась такая деловая. Самое главное, это не сказала. На скидках был шоколад Аленка. Он стоил всего 39 рублей 90 копеек. Всех цветов радуги, вот какие Аленки только бывают, были всякие. Выбирала специально без всякого риса, без мармелада, без всего, чтобы это был, ну допустим, шоколад молочный. Или допустим, чтобы это были орехи и изюм. Вот два варианта взяли. Потом взяли три даже. Вот. И опять-таки молочный. Взяли в итоге пять штук. Для чего? Впереди Новый год. Будут приезжать дети, родственники, близкие. Вот достал, подарил плитку. Как говорится, дешево, а человеку приятно. Вот. Так что положим и пусть они лежат. Всего-навсего 40 рублей. Это дешево. В фикс-прайсе, вот шоколад Аленка, 55 рублей или 50, что ли, стоит. То есть, вот именно Аленка в Ашане этот раз была, прям, вот я считаю, очень чудесная и выгодная покупочка. А теперь точно все. До новых встреч. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok